С 1 января жители Полевского замерзают в своих квартирах. Котельная, которая обеспечивает теплом южную часть города, не справляется с работой. Коммунальщики не могут нагреть воду в батареях до нужных параметров. 11 января в администрации города этот вопрос решался с участием членов Общественной палаты Свердловской области, Общественной палаты Полевского городского округа, представителями ресурсоснабжающей организации и управляющих компаний. Комфортно ли чувствуют себя сегодня жители южной части, узнаете из следующего сюжета. Каждое утро заместители директоров школы обходят кабинеты, проверяют температуру воздуха. В кабинетах 15-18 градусов. Если бывает понижение температуры на улице, то и в помещениях холодает. Уроки сокращены до 30 минут. Дети вынуждены заниматься в верхней одежде. Восьмой замерзаем. В шестнадцатой. В шестнадцатой. Ну как, комфортно вам температура в школе? Нет, холодно. Там что-то холодно? Холодно. Одетые ходят? Да. В куртках ходим, сидим, без шапок. А уроки сокращены у вас? Да, по 30 минут. А в школе номер восемь, ну холодно, в кабинетах по 10 градусов. Холодно. У нас уроки даже сократили. Ну они тепло же одеты-то. Вначале эта школа все равно теплее. Вот старшая школа, у них там холодина. Там у них тоже по 30 минут уроки. Вот восьмой этаж. Так что холодно, у них ходи, все равно потеплее, у них здание старое. Следить за градусами приходится и дома. Во многих многоэтажках микрорайона батареи почти не греют. Жители согреваются как могут. В ход идут газовые плиты и обогреватели. Я никуда не обращаюсь, потому что у меня этот, купленный, масляный, этот, ну, греет комнату. Я его включаю на всю ночь. Нам хватает тепла. Полностью одеты спин с печками, включены в комнате у дочери. У нас только так, больше никак холодина. Холодно. У нас там уже сколько жалоб написано. А куда писали? Писала соседка Комарова. У них вообще батареи как парномолоко. У меня-то на пятом, у меня-то еще погорячей батареи. А у них вообще. И она теперь так болеет, у нее астма. Ей вообще студиться нельзя. Ее только выписали недавно из больницы. И сейчас она снова, ее снова. Однако на юге остались дома, в которых держится комфортная температура. У нас тепло. Мы потому что ходили, везде выходили, шайбу у нас убрали, и тепло. А вот у них очень вкус, холодно. Ну, как сказать, вот 13 дом, он всегда жалуется, что у них холодно. А у нас в 10-м хорошо. На календаре 18 января. За окном минус 20. Жители Южной части продолжают надеяться, что в скором времени тепло в их квартиры вернется. Алина Миншин, Алексей Карипанов. Новости. Твой день.